Институт приемных семей в Самаре сегодня отмечает четверть века. За это время родители обрели две с половиной тысячи сирот. Многие из них стали дипломатами, спортсменами и артистами. Чем живет приемная семья, увидим прямо сейчас. Семья Савинах многодетная. Четверо детей родные, у них уже свои семьи. Трое приемные – Егор и два брата Гриша и Вовочка. Самый младший в этом году пойдет в детский сад. Старшие учатся. Родители Сергей и Любовь не делят детей на своих и чужих. Для них все родные. Этим детям хочется дать больше, чем дали своим, потому что у нас уже несколько такой более осознанный, более серьезный подход к жизни. Мы уже понимаем ценности тоже лучше, больше. И хочется, чтобы вот эти дети, они больше получили. Старшие дети от родителей не отстают. По их примеру, взяли в свои семьи по сироте. Младший Андрей тоже не против приемного ребенка. Когда придет время. Первая приемная семья в Самаре появилась 25 лет назад. Тогда 11 детей обрели родителей. Это был первый опыт в России. И только через два года его транслировали на всю страну. За это время только в Самаре семейное счастье ощутили на себе порядка двух с половиной тысяч сирот. Сейчас в приемных семьях живет 645 детей. У нас все приемные родители проходят школу приемного родителя, где психологи занимаются, юристы рассказывают, что это такое, что это за форма устройства, что их ожидает для того, когда они примут ребенка. Создать приемную семью могут не только супруги, но и одинокие мужчины и женщины. После подачи документов и прохождения всех подготовительных курсов придется ждать долгожданного ребенка 2-3 года. Самый популярный возраст до трех лет. Для приемных семей предусмотрены различные льготы и выплаты. Например, единовременная субсидия при получении молодыми людьми аттестата зрелости. Но не стоит забывать, что за судьбой приемных детей строго следят специалисты городских социальных служб. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, Василий Колдашов. События.